Слышно? Слышно? Сейчас слышно, да. Сейчас да. Обсуждался ли вопрос усиления внешнего давления на страны ДКБ и в частности на Беларусь? Вот эти зрители нашей оппозиции, которая находится сейчас в Польше, в Литве, угрожают республике отключением от системы SWIFT. Пять лет назад Евросоюз грозил этим же Россией. И на Ваш взгляд, насколько реальна эта угроза и почему SWIFT становится предметом шантажа? Во-первых, говоря о призывах, которые политические мигранты белорусские выдвигают из Вильнюса, из Варшавы, из других западных столиц. Призывы, которые они выдвигают, путешествуя по Европе, выступая в различных евросоюзовских структурах, они вызывают много вопросов, потому что нацелены не на продвижение диалога, а на ультиматумы. Таких ультиматумов уже было немало, включая требования, как я понимаю, к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, нарушить присягу, уйти куда-то в подполье, перекинуться на сторону радикальной оппозиции. Это все, конечно же, вызывает большую обеспокоенность, потому что нацелено, повторяю еще раз, на раскручивание конфликта, а не на перевод его в политическое русло, в русло диалога. К чему, как мы слышали неоднократно, руководство Белоруссии готово. Есть инициатива конституционной реформы о Всебелорусском национальном собрании. Мы недавно в Минске обсуждали это с президентом Лукашенко, с министром иностранных дел Макеем. Мы активно поддерживаем настрой на организацию максимально широкого национального диалога, в ходе которого все основные группы белорусского общества смогут внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации и в нормализацию обстановки. Что касается Свифта, то да, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы. Такое внимание Свифта уделяется прежде всего потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, она обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товара обмена, торговли услугами, инвестиции и практически все другие аспекты экономической жизни. Вывод очень простой. Нужно разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада. Тем более, что Запад доказал многократно свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся в западных руках, под контролем западных структур, конечно, уже не вполне надежно. Отмечу, что разговоры о переходе на собственные системы расчетов уже идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость и в Российской Федерации, и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Буквально на днях состоялась встреча представителей правительств. Это тема достаточно актуальная, и мы будем обязательно добиваться ее воплощения в жизнь, независимо от того, как решится вопрос со свифтом, и какие очередные шаги предпримут наши западные коллеги, с позволения сказать.